А после дня Святого Воскресения началась Светлая Седмица. В понедельник этой пасхальной недели митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме Рождества Христова. Церковь в районе Уралмаш в прошлом году отметила четверть века со дня закладки Дома Божия. Светлый понедельник – день, являющийся прямым продолжением Христового Воскресения. Во всех храмах настишь раскрыты царские врата в знаменовании того, что воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие. Царские врата не закрываются даже во время причащения в алтаре священнослужителей и даже тогда, когда в храме нет службы. За богослужением глава Екатеринбургской митрополии вручил иерархические награды Русской Православной Церкви. Протеерей Алексей Долгоруков удостоен ношения креста с украшениями. Священники Андрей Юганец, Валерий Гачегов и Николай Смирнов удостоены права ношения палец. Согласно библейскому преданию, в первый день после воскресения Иисус явился своим ученикам и в течение 40 дней рассказывал о Моцарстве Небесном, после чего вознесся на небо. В светлый понедельник, согласно Евангелию, Христос, воскреснув, явился неузнанным двум своим ученикам, разделил с ними путь в селении Эммаус неподалеку от Иерусалима и ужин. Мы пережили время Великого Поста, когда каждый, я надеюсь, старался забынуть глубину своего сердца, посмотреть на свою жизнь и увидеть в своем сердце, в своей жизни все то нечистое, злое, мерзкое, что там проживает. И постарался, я надеюсь, прибраться, вычистить, осветить внутреннее своего храма, внутреннее своего сердца, и просмотревшись на свою немощь, на свою смертность, на свою любовь. Когда мы вдруг в Паспу встречаемся с Христом Воскрешим, то это еще ярче и светлее. 30 апреля храм приглашает всех желающих на пасхальный концерт ансамбля Рапсодия, созданного на приходе. Место проведения – Духовно-просветительский центр при Христо-Рождественском храме. Начало в 12 часов.